Добрый день всем, это шахматный блог. Это видео про то, какие дебюты лучше играть, чтобы показать яркую игру и получить удовольствие от шахмат. Когда я только научился играть в шахматы, я только не мог выбрать для себя лучшее начало, лучше дебют. Но в 2009 году в свет вышла книга, которая позволяет вам в короткие сроки, используя простые правила, достичь хороших результатов в шахматы. Итак, полное название этой книги, как научиться играть в шахматы и что надо сделать для этого, или какие дебюты лучше всего играть. Автор этой книги, мастер Фиде, двукратный чемпион Саратовской области Дмитрий Бирюков. В произведении освещаются также вопросы шахматной психологии, проблем алкоголизма, также даются советы по заблазнению девушек. В данном видео мы рассмотрим только шахматную начинку, то есть те дебюты, которые нужно играть, чтобы выигрывать. Чтобы научиться хорошо играть в шахматы и показать яркую, уверенную в себе игру, нужно в первую очередь отпустить мысли о результате. Главное, это показать яркую игру и показать, что вы не боитесь соперника. Чтобы усилиться, в частности, не нужно переключаться на выпивку, то есть на литробол. Те, кто переключились, это отыгранные. Отыгранные шахматисты, это те, которые больше уже никогда не усилятся. Дебюты, которые нужно играть, самые правильные, созданные специально для игроков, которые никого не боятся. Но тактика белыми и черными должна быть разной. При игре белыми, играть в атакующей манере, как можно больше атаковать и направлять уровень игры соперника на сдерживание вашего прессинга. При атаке и в разносторонних атакировках нужно к максимуму видеть свою атакующую игру и к минимуму отвлекаться на игру соперника. Тогда есть шансы влепить мат сопернику. Важно считать все варианты и не лезть в явные авантюры. Единственный правильный ход за белых, это ход Е2-Е4. Так всегда нужно играть. Никого не бояться и перестраиваться к ключевым моментам. А при игре черными, другая задача. Нужно всегда ставить побольше блокировок и упертостей. Еще важна психология игры. Важно смотреть по лицу соперника, уверен ли он в своей диктовке. И не нужно показывать свои эмоции. Когда вы играете черными, ваша первая задача это сдержать прессинг соперника. Поэтому для этой цели лучше всего подходит первый ход Д6. На Е4 всегда нужно ставить слона на Ж7 и играть в защиту перца у Финцела. Это самый лучший дебют, и против него нет противоядия. Он направлен на сдерживание прессинга соперника. И также на перехваты инициативы. Например, ходы С5-Д5-ЕД-F5-Б5 при давлении своих козырей. Рассмотрим примерные варианты. Сначала за черных. Е4. Д6. Д4. Ж6. С4. План остается прежним. Нужно поставить слона на Ж7. Черные должны ходить так, чтобы подорвать центр соперника. Ходами Е5, С5, К5, ФБ6 и Ф5. На схему против защиты перца у Финцела. Это схема с ходами К3, С7, СЕ3. Очень важно на слоне Е3, ФД2, оставлять коня на Ж8 до последнего, чтобы не было слона Х6. Если соперник ходит А4 и Ж4, нужно сходить Х5, а потом сходить конь Ж8, Ф6. Продолжим примерный вариант. На слоне Е3 отвечаем. С6. С7. 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 К5. С7. 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 На атаку соперника лучше не реагировать вообще, либо свистеть отключение к минимуму. Если белые играют А4 и рокируются в короткую сторону, то надо сходить в конь Ж8, Ф6 и само морги врату в короткую. А потом c6, c5, подрыв центра белых. Следующая система, это система со слон g5, четвертый ход белых, слон g5. Также изучаем c6, f4, ферс b6, нападаем на две пешки, собираем на b2 и защищаемся дальше. Главное бить на b2 только тогда, когда вы понимаете, что за это у соперника нет компенсации сильной атаки. Также здесь есть вариант конь d7 и потом проводить c5. Также иногда нужно создать f6 и отнять поле e5, поле e5 у коня. Также в книге рассматриваются такие вопросы, что вы иногда лучше разменивать ферзей. Белыми, когда вы играете, лучше уклоняться от размена ферзей, а черными это размена ферзей абсолютно нормален. Размен ферзей, если вы играете белыми, означает, что вы дрогнули, и у черных уже появилось моральное преимущество. За белых также есть система входить f4. На что отвечаем? Конь f6, конь f3. Ракировка. И e5. Ход e5 здесь явная авантюра. Главное в этом случае точно защищаться и завалить центр соперника ходом c5. Например, конь fd7, h4, c5, h5, cd, hg, dc, gf, ладья взяла e7, слон c4, e6, слон взяла e6, конь взяла e5 с ввязательным знаком. Минус, плюс строчку. Но нужно отметить, что нужно думать прежде всего не о компьютерной оценке позиции, а о своей собственной. Нужно больше доверять своей интуиции, своим ощущениям. Следующая система против защиты перед цуфимов. Система с конем, с ходом конев наиболее спокойная позиционная система. Но она ничего особенного не дает белым. На ход слон b5 нужно играть. c6, слон d3, конь bd7, рокировка, потом ферзь b6, а5, fc5 или c5 по ситуации. Ход e7 при ходе конь f3 лучше стараться не делать, так как этот ход загораживает чернопольного слона. В смысле, не делать безъявной необходимости. Потому что иногда ход e5 нужен по дебюту. Например, если белый сходит не слон b5, а слон e2, то в ходе маркировка, маркировка, слон g4, h3, слон взял f3, h3, слон взял f3, слон взял f3, e5, с восклицательным знаком, слон e3, и конь c6, равно в плюс строчку. Потом, такие маневры идут, конь d7, конь e7, и f7, и f5, с инициативой на королевском фланге. Ход конь c6 нужно делать из конкретных соображений. Как правило, ход конь c6 связан именно с ходом слон g4, и e7, e5. Против системы с f4 нужно всегда отвечать конь f6, конь f3, и c5. Нужно запомнить, что в случае с f4 нужно всегда вводить слона на g4, и проводить c5. Против системы с ходом слона f4, и h3 нужно стараться проводить c5, и коня f вставить на d7. Нужно очень внимательно следить за подрывом e4, e5 со стороны белых. Если правильно на него отреагировать, то у вас не будет проблемы. Вообще, нужно отметить, что как только вы держали лейсинг соперника, вы должны предъявлять своих козырь, и не бояться соперника. Рассмотрим систему с ходом g3. Отвечаем конь f6, он g2, алькировка, конь g2, e5, и здесь черным нужно проводить d6, d5. Это приводит к уравнению. Но в то же время нужно отметить, что нужно вовремя сходить fd7, чтобы не попасть под слон g5. все остальные ходы, пассивность и игра черных будет накрыта. Защита перцу f2 дает черными контр-игру во всех вариантах и сдерживание прессинга соперника, если они играют правильно. Все остальные ходы против этой защиты недалекие, и в них белые не борются за перевес. Например, давать мощность разменять слона e3 на коня. Также рассмотрим варианты защиты перцу Фимцева против английского начала от c4. Нужно отвечать при пешках белых на d3 и g3 играть d6 e5 c5 слона ставить на g7 коня на e7 и на c6 возможно также h6 и f5 иногда возможно слон g4 иногда ладья b8 и b5 и конь d4 здесь у черных позиций не хуже при b3 слон b2 g3 слон g2 слона надо ставить на g7 пешки на b6 и c6 и отвечать g4 и слон взял f3 потом нужно смотреть по ситуации в первую очередь нужно сдерживать прессинг соперника ну так же я хочу сказать что данной концепции много различных предложений их всех не описать в одном видео вы сможете изучить их самостоятельно когда вы получите книгу Дмитрия Перякова как научиться играть шахматы а пока мы рассмотрим игру по теории Дмитрия Перякова при игре белыми Итак при игре белыми нужно никого не бояться играть е4 атаковать рокировать в разные стороны при атаке нужно к максимуму видеть свою атакующую игру и к минимуму отвлечение на игру соперника отвлечениями считаются ходы типа длинная рокировка и ход король b1 король b1 отвлечение на игру соперника важно при игре белыми не поддаваться над провокацией потому что если один неверный ход если вы отвлечение соперника значит вы перешли к обороне и игра из рука дрогнула важно при игре белыми не меняться ферзями если нет решающего преимущества нужно ставить побольше блокировок и чем ближе к королю соперника тем лучше нужно следить за промежуточными ходами типа d5 и в то же время направлять игру соперника на сдержание прессинга и важно делать ходы которые основаны на жесткой тактике за каждым ходом если вы не боитесь соперника то вы должны лезть в жесткую тактику за каждым ходом и не бояться просчетов иначе вы никогда не научитесь играть если вы будете бояться соперника и ключевые моменты не лезть в тактику любая постановка блокировок должна быть основана на жесткой тактике за каждым ходом играть нужно всегда до последнего насколько возможно на победу и ни с кем ни с чем не расписывать Итак, посмотрим примерные варианты по правильной теории Дмитрия Берякова. Примерные варианты на e4. Например, e4, e5. Если мы сходим f4, то это будет примером явной авантюры. А на явную авантюру лезть нельзя, поэтому мы сходим не f4, а конь f3. На конь f6 нужно отвечать d4 и так далее. На конь c6 слон b5, a6, испанская партия, слон a4, затем рокировка, ладья e1, c3, h3, d4, a4. Если нельзя рокировать в разные стороны, если видно, что это либо не получается, либо соперник опередит вас в атаке, то лучше этого не делать. Лучше тогда рокировать в одну сторону, а затем перестроиться на атаку. На e4, d5, нужно ответить e, взял d5, ферзил d5, конь c3. c3, конь f3, c4, d4 и делать короткую рокировку. Против конь f6, при скандинавской защите. Нужно отвечать d4, конь f3. И далее ставить конь на b2 и ходить c3. И далее мы приступим к изучению сицилианской защиты. Сицилианской защиты. Конь e4, c5, ходим конечно же конь f3, d6, d6, d4, d4, cd, cd, d4, конь f6, конь c3, конь c6. И здесь очень важный момент, f3. Только так можно играть, так как если вы будете ходить f4 и слон g5, то это будет явная авантюра. Здесь нужно ответить, что не нужно смотреть на большинство гроссмейстеров и играть как они. Они так играют, так играть не надо, потому что это недалекие ходы, основанные на авантюре. Поэтому нужно играть слон g3. Слон g3, cd2, h4, g4, g5, h6, g6 и так далее. Иногда конь d5. Против челябинского варианта. Против челябинского варианта. Конь c6. Играем конь d4, cd, конь d4, конь f6, конь c3, d5, конь db5, d6, слон g5, a6, конь a3, b5. Конь d5, слон e7, слон d6, слон f6, e3, аркировка, слон d3. Слон g5, f4, слон h6, g4. И на f6 ходить с ферзи f3. И на слон f4 также нужно ходить с ферзи f3. Потом рокироваться либо в длинную сторону, либо вообще не рокироваться. Ну, нужно отметить, что существуют некоторые варианты, где размен ферзей невозможно. Нужно стараться их выучить и белыми отклоняться от них. Следующий 9 защита каракан. c6, d4, d5, конь d2. Это важный ход, только так, потому что ни e5, ни конь c3 не дает белым преимущества. Более того, это авантюра. Посмотрим ход, конь f6, e5, да. Это плохой ход, конь зла e4, конь зла e4, конь f6, конь зла f6, конь gf. Далее нужно развиваться по схеме c3, конь e2, g3, слон e2, или слон c4, или и рокировка. Иногда все-таки рокировка короткая, чаще всего осуществляется в этом случае. Но можно осуществить и длинную рокировку, если видно, что вы переживаете соперника в атаке. Приходит слон f5, отвечаем, конь g3, f4, h5. Далее ходим конем на e5. Вообще следует отмечать, что защита караканта некорректный дебют, и в проправленной игре белые здесь всегда выигрывают. Рассмотрим еще один вариант, такой как, если белые ходят e4, а черные отвечают первым ходом b6. b6, ходим d4, e6, слон d3, слон b7, конь e3. И затем короткая рокировка, потому что длинная рокировка здесь чаще всего авантюра. Ферсия 2, слон g5, e5, конь bd2, c3, конь e4. Рассмотрим французскую защиту. e4, e6, здесь ходим по аналогии с защитой каракан, ходим конь d2, по аналогии с защитой каракан. Так как конь c3, e5, это авантюрные ходы, и делать их не надо. А ход ed, это ход на ничью. А так не нужно играть. Если соперник не реагирует на прессинг и не сдержал, но сдержал его, то надо стараться продолжать прессинг и постараться не допускать слабости своей позиции. Главное стараться не менять езжей. Нужно идти на перестройку. Следующий раздел книги это обоснование теории. Все ходы белых, кроме e4 основаны на том, что вы боитесь соперника. Е4 Это плюс равно на плюс-минус столбик Почему? Потому что этот ход ведет к жесткой тактической борьбе Позволяет направлять уровень соперника Не на развертывание своих планов На сдержание вашего прейтинга При Е4 нужно атаковать соперника И не бояться его Если вы все сделали правильно То при идеальной игре вы всегда победите любого Нища будет лишь в том случае Если соперник сыграет Д6 И сыграет идеально Но белый при идеальной игре потерять не рискует Даже после Д6 Д4 Равно Позиция равна Потому что если черные отвечают Д6 Отвечают Д6 Что ж такое? Если черные отвечают Д6 То они уверенно сдерживают прейтинг и выравнивают игру Ход Д4 свидетельствует Еще об одном Что вы боитесь соперника Следующий ход Ход С4 Оценка после этого хода Равно плюс на минус плюс столбик Почему? Потому что белый здесь ничего не достигает Более того Черные при правильной игре После Д6 Имеют лучшие шансы Сдерживают прейтинг и перехватывают инициативу Следующий ход Вот Б4 Минус плюс столбик на минус плюс строчку Почему? Потому что Б4 ведет к ослаблению При точной игре черных Это решающий фактор Склоняющий на их сторону чашу весов Следующий ход А4 Минус плюс столбик Потому что белые здесь сразу же делают глупость Вместо того, чтобы бороться за центр Оправдание этого хода лишь то Лишь в том, что этот ход может быть полезен При остановке игры в староиндейском начале Но все равно сам по себе он слабый Потому что пешка может быть не на месте Нельзя раньше времени определять позицию белой пешки А4 Следующий ход это F4 Равно плюс на минус плюс столбик После F4 белые не могут бороться за перевес Более того, у них хуже при точной игре черных Следующий ход G4 Ход G4 минус плюс строчку Этот ход полная тупость Потому что движение этой пешки Создает неизлечимую слабость Которую при самой точной игре белые В дальнейшем не могут нейтрализовать Ход H4 Минус плюс столбик на минус плюс строчку Движение крайней пешки не бороться за центр И позволяет черным сразу получить лучшую шансу Следующий ход H3 Минус плюс столбик Ослабление и белые этим ходом не борются за центр G3 После этого хода белые могут в самом лучшем случае претендовать лишнее правенство F3 Минус плюс строчку Белые ослабляют короля и черные при точной игре получают решающие преимущества Е3 На плюс на минус плюс столбик Белые испугаются соперника и делают непонятно что Естественно, что черных сразу превес Д3 Персуфимцу за белых Равно к плюс Белыми так играть нельзя Сдерживание соперника, подражание самому правильному ходу Д6 с лишним темпом Все это полная тупость Перегребелыми нужно атаковать А не начинать вести барону И лишний темп тут ни к чему Черными вы вынуждены играть Д6 Но белыми нужно атаковать Е3 только Е4 Если вы хотите чего-то достигнуть Ход С3 Равно плюс на минус плюс столбик Тупой ход Плюс его только в перестановке и к другим схемам Однако ни в одном схеме он не ведет к превесу, сделанному на первом ходу К схемам, которые основаны на боязни соперника Относится также ход Б3 Минус плюс столбик Сразу же дается инициатива черным Ход не конкретный За центром не борется Поэтому сразу после него у белых хуже Ход А3 Равно плюс на минус плюс столбик После него у белых хуже Они фактически играют черными Но вы все равно обязаны ответить на этот ход Д6 Так как при игре черными своя специфика Ход Конь Ф3 Вы боитесь соперника так играя Перевеса здесь не может быть У белых Конь А3 Тупой ход Коня на край доски не выводят без соответствующих причин Поэтому черный здесь решающий перевес Конь А3 Равно она, равно плюс Этот ход тоже не конкретный перевес У белых здесь нет Однако он может быть связан с перестановкой ходов Идущих позиций одной из самых правильных схем Связанных с Е4 Конь А3 Минус плюс столбик на минус плюс строчку Не выводят так рано коня на край доски Как следствие у черных здесь либо сразу перевес Либо решающий, либо нет Если белые играют точно Они могут отполучить всего лишь худшую позицию Но конечно это тупость Ход отвратительный сам по себе А теперь правильная теория о черных Главное всегда отвечать Д6 на любой ход Равно на равный плюс Этот ход позволяет черным уверенно С чувством собственного достоинства Сдерживать прессинг Сдерживать его и предъявить свои кузыри Все остальные ходы ведут к стабильно худшим позициям за черных Например Е4 Е6 Плюс равно на плюс-минус столбик Потому что этот ход показывает Что вы боитесь соперника И даже при самой точной игре Этот ход приводит к самому лучшему случаю К ничьей И то если белые не пошли Е4 Конь Ф6 Ф6 То есть Ф6 просто Кстати здесь мы рассматриваем ходы Сами по себе Вне зависимости от первого хода белых Ф6 Плюс-минус строчку Ход сам по себе отвратительный И после него у черных непреодолимые трудности Ж6 Плюс-равно Этот ход хороший и в том случае Если он связан с идеей самой правильной схемы А сам по себе он дает Чуть больше шансов белым Аж 6 Плюс-минус столбик На плюс-минус строчку Решающий потери темпа И непреодолимые трудности черных С6 Плюс-равно Плюс-минус столбик Потому что белые здесь сразу захватывают инициативу Б6 Плюс-минус столбик Не строчку Лишь потому что у черных есть здесь какой-то план Но при точной игре у белых здесь всегда перевес А6 А6 Плюс-минус столбик на плюс-минус строчку Белых перевес за счет решающей потери темпа черными При точной игре они могут довести его до решающего А5 Плюс-минус столбик на плюс-минус строчку Потому что черные могут свести в самом лучшем случае к позиции староиндийской Но и там далеко не всегда нужно его делать Как следствие у белых здесь перевес близкий к решающему Б5 Плюс-минус строчку Пешка отрывается от основных сил и может потеряться за черную Черные за центр не борются этим ходом И у белых здесь решающий перевес Ц5 Плюс-равно на плюс-минус столбик Ситилянская защита переиграется с самой правильной схемой игры Напомню, это правильная схема Слон Е3 Ф3 Конь Т2 Длинная рокировка А4 Ж4 А5 Ж6 И ставим мат черному королю, как Фишер ставил уже Д5 Плюс-равно на плюс-минус столбик Кот слишком рано определяет позицию пешки Д7 И ведет к авантюре и худшей позиции Е5 Плюс-равно на плюс-минус столбик Черные вновь здесь борются не только за равенство Но при правильной игре в белых они его не достигают Ф5 Плюс-минус строчку По ослаблению позиции короля решающие Ж5 Плюс-минус строчку Тупое движение крайней пешки, основанное на тупости И при правильной игре у белых здесь решающие преимущества Х5 Плюс-минус строчку Отступление от борьбы за центр При правильной игре белыми жестко наказывается Конь А6 Плюс-минус строчку То же самое Конь А6 Конь А6 и Конь А6 То же самое Все одинаково Эти ходы не борются за перевес И дают белым инициативу и лучшую позицию сразу Итак, основной вывод Основная идея белых направить в любви игры соперника на сдерживание вашего прессинга Следствует этого ясно, что Е4 форсированно выигрывает Но существует хоть Д6, позволяющий черным сдержать прессинг И при идеальной точке не при обеих сторон достигнуть ничьей Бывает важно не подстраиваться под соперника, а заставить его подстраиваться под вас Вы познакомились с основными положениями из книги Дмитрия Берякова «Книга по шахматам» Изучив эту книгу, вы научитесь играть в шахматы так, чтобы вам не было стыдно перед своими детьми, перед своими потомками Чтобы на ваших партиях учились играть новые поколения шахматистов С вами был Шахматный Блог Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте До свидания